Какая сила В Соединенных Штатах Америки и Англии? Что привлекло к ней? Что побудило выдающихся дирижеров Нашего времени стать ее активными пропагандистами? Ее играли и играют Замечательные советские дирижеры Ниязи, Геннадий Рождественской, Натан Рахлин, Евгений Светланов, Прославленные мастера Леопольд Стаковской, Шарль Мюш, Герман Абендротт. Медия Шарли Мюшками Герман Амилов , в Харри Мюшканне, Викая едватор Шарлуза, в Харри Мюшканне, Мюшканне, Рождественская мюштка В этом музейе Перед вами прошла документальная запись непосредственно из зала большого зала бастонской филармонии, концерта бастонского симфонического оркестра, который исполнял произведения советской музыки. И в частности, сейчас вы услышали овации, которые предназначались Фикрету Амирову, автору симфонического мугама Кюрды Афшары. Когда я спросил известных американцев, слушателей этого концерта, в чем причины успеха этого произведения, и мне почти все в один голос сказали, Это было открытие для нас нового звукового мира. Это было для нас рождение восточного симфонизма. С тех пор прошло 12 лет. И вот теперь, на концертах Международного музыкального конгресса, мы вновь услышали симфонический мугам Амирова, Который называется Баэты Ширас, и который представляет, несомненно, новый шаг вперед по этому славному и значительнейшему пути развития советской музыки, создания восточного симфонизма. Об этом мне говорили очень многие наши гости, иностранцы, профессор Тран Ван Хе, профессор Курт фон Фишер, профессор из Америки Уильям Остин. Все они говорили о том, что это новый шаг, так сказать, по пути развитию восточного симфонизма, огромнейшей исторической задачей, которая сейчас стоит не только перед советской музыкой, но и перед всем мировым симфонизмом. Ибо за последние годы народы Востока мощно и прочно, так сказать, вошли в мировую культуру. И советская музыка здесь идет впереди. Об этом говорили, повторяю, все слушатели. Мне трудно переоценить эту огромнейшую, так сказать, и значительность того пути, по которому идет сейчас Фикрет Амиров, повторяю, создавая вот эту великую творческую практику восточного симфонизма, симфонизма народов Советского Востока. Я не знаю даже, чему больше здесь отдать предпочтение, большому ли поэтическому таланту автору, или вот этому благородному пути, по которому он пошел, и его творческий корабль идет сейчас с каким-то очень верным курсом в этом море творческих поисков. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok